В списке изменений мы видим тут боты, в бою теперь могут встречаться до звания генерал включительно, это 22 звание в нашей игре и это практически то самое максимальное звание Marshall, которое у нас было на момент старта моей игры в танках онлайн. Загружаемся на карту и видим, подождите-ка, это реально все боты? Одни боты в матче? А где реальные игроки? И также в свою очередь не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию, ну и конечно тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании, ну и конечно тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Моралхира и в сегодняшнем ролике, как вы наверное уже догадываетесь из названия, мы вместе с вами сегодня взглянем на то самое обновление, которое внесло некоторые правки в наш матчмейкинг, потому что разработчики с последним списком изменений добавили тех самых ботов уже до получается звания генерала, которые вам будут встречаться. И это конечно безумие, почему? Потому что фраза только реальные игроки уже к сожалению большому не актуальна. Но и генерал звания, друзья, кто вспомнит, на тот момент, когда фраза эта была актуальна, была чуть ли не самым последним званием в нашей игре. Но обо всем по порядку, вы с вами, друзья, данный видеоролик поддержите активность в виде пальчика вверх, конечно, если оказались первыми на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Также напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте запланировать ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, как ни странно, попробуем уже загрузиться в какой-нибудь матч. И заодно посмотрим, какова ситуация сейчас наблюдается в том самом матчмейкинге. Я думаю, что даже попробовать стоит в Джиггернауке, да, режим, в котором, я думаю, что некоторые из вас тоже любители, как я, поиграть. Кстати, довольно быстренько загружается, и это, скорее всего, потому что у нас именно боты в нашем бою будут в большом количестве. Сейчас что мы с вами и постараемся выяснить. Ой-ой-ой-ой, друзья, но если вы уже обратили внимание, у Джейс, да, у ботов, Джейска у всех одинаково в матче. Давайте попробуем уже даже Джиггернауто забрать, если нам, конечно, это удастся сделать, тогда на Джиггернауке даже в этом матче сумеем немножечко с вами поиграть. Ну и, конечно, постараемся поделиться комментариями. И вы тоже, друзья, не забывайте комментарии насчет этого всего оставлять. Я, кстати, нахожусь сегодня на аккаунте своем без доната, который создавался под как раз-таки мобильный контент на нашем втором канале. Кто еще не видел видеоролики, можете как раз-таки забежать, посмотреть телефончик, особенно, кому интересно, какова ситуация в игре. Так, и я, в свою очередь, сейчас звук еще потише сделаю. Так, вот таким образом. Сегодня мы как раз этот аккаунт используем для того, чтобы понять, что да как. Почему? Потому что, ну, на Легенда, как вы понимаете, еще пока что боты не были добавлены, что, в принципе, логично, потому что на Легенда как раз-таки игроков хватает. Проблема в том, что за 15 лет все, кто хотели, уже прокачались в нашей игре. И, конечно, наплыв именно новых игроков достаточно малый, да, их практически нету. Есть игроки, которые иногда, бывает, что возвращаются в игру, посмотрят, на что игра сейчас схожа, какие изменения, обновления и тому подобное. И, конечно, таким игрокам порой тяжеловато прокачивать там новый аккаунт, начинать свой путь с нуля. Почему? Потому что чаще всего они попадают с более высокими рангами, которые имеют, конечно, более прокаченное вооружение, более высший уровень игры, да, навыки определенные, которые, конечно, им позволяют гораздо проще их переигрывать. Получается, ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты начинаешь играть и против тебя игрок уже попадает, возможно, с кризисом, возможно, с прокачанным вооружением, которое там на две головы выше, потому что кто-то компенсацию забрал, кто-то танкофондики выиграл, кто-то просто на аккаунте все это забирает и не играет, не получая опыт. Конечно, имеет довольно большое преимущество над нашими игроками. Игроками. По поводу ботов, давайте хотя бы посмотрим, сколько их на карте, да, этих ботов и чем же они отличаются от тех самых реальных игроков. Я вижу, что ботов на карте 18, что ли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шестнадцать. Шестнадцать с каждой стороны и плюс один реальный игрок с противоположной стороны и я один, да, получается, единственный в нашей команде тоже реальный игрок. И, кстати, генерала даже играет. Вот, обратите внимание, генерал, по-моему, лейтенант, да? Один, два напротив, у нас тоже два. По никам, я думаю, что, обратите внимание, у ботов никнеймы с пробелом. Реальному игроку такой никнейм не создать, то есть там будет либо дефис, либо еще что-то используется. Точка тут же у игроков как раз-таки в никнейме пробел. Ну и по JS тоже очень все схоже с друг другом. О, ребят, по вооружению, тут еще, конечно, я не понял, по припасам, кстати, боты не используют припасы. Как вы обратили внимание, я так понимаю, что, скорее всего, ботам еще не дали такую возможность, поскольку обучить тяжело, да? Расходниками пользуются игрока, вот такого бота. И поэтому им, скорее всего, добавили больше хп, сделали, да? Вроде как они без расходников, но по хп они примерно как с припасами. И по урону, по идее, должны тоже быть с припасами. По крайней мере, я думаю, что не вдвое больше, но где-то в полтора раза у них по процентному соотношению должно быть преимущество. Напишите, может быть, в комментариях как раз, кто играет. Я думаю, что среди наших зрителей есть уже игроки, которые либо прокачивают какой-то аккаунт, либо же как раз-таки не так давно относительно вернулись и тоже столкнулись с тем, что встретили вот такое большое просто нереально массовое количество ботов в нашем рандоме. И, конечно, та фраза, о которой я говорил, что только реальные игроки из стреллера, танк оффлайн, уже уходят в небытие. Но, на самом деле, по плюсам, конечно, тебе гораздо проще против ботов играть, да? Поскольку ты не попадаешься против игрока суперпрокаченного, который там крутит башни вверх, и там эти рельсы раскручивается, вертушки делает, и с кризисом еще, не дай бог, с каким-нибудь вооружением, которое там на уровне уже чуть ли не какого-нибудь маршала той легенды. И это, конечно, замечательно. То есть я играю, нахожусь и на первом месте, и против ребят, у которых чуть-чуть даже послабее, чем у меня, по крайней мере, в этом матче. Не знаю, как в остальной ситуации складывается, но скучновато. То есть я понимаю, что это нереальные игроки. Я играю с теми самыми ботами, да, которые не общаются. Хотя чаще всего в нашем матч-мейкинге на тех же легендах особой реки не общаются. Чаще всего ты встречаешься там, когда ругаются кто-то, да? Кто-то на кого-то, конечно, злится, когда что-то не получается, когда видят, что игрок на легенде до сих пор там может башни не крутить. То есть урон не соответствует как раз таки званию. Тут же, конечно, на этих званиях мы ботов видим, которые активно играют. Самое интересное, то есть даже на легендах таких игроков реально их не встретить, которые будут ездить, которые будут помогать тебе. Хотя, конечно, пока я особой помощи не вижу, но вроде как ребята выдвигаются. Тем самым накидывают урон по сопернику. А значит, конечно, имеют определенную помощь уже для нас в атаке. Так, ну что, по счету 5-5. Интересно, конечно, матч складывать. Самое главное, равным образом, да? То есть мы как раз таки играем достаточно равно. И мне интересно тоже ваше мнение насчет этого всего узнать. Напишите в комментариях, прям распишите в чатике под этим видеороликом. Какие плюсы вы видите в этом? Какие минусы? Потому что, если же выбирать из того, что вы зашли во спина, я там, условно, легенда, вы какой-нибудь, может быть, там, майор, да? Потому что матчмейкинг реально таких игроков в моменте, когда вы пытаетесь нажать на кнопку играть. Вот, допустим, представьте ситуацию, вы майор. Вы нажимаете кнопку играть, даже не через быстрый бой, возможно, какой-нибудь определенный режим, который вам зашел, понравился. И в этот же момент вам должна система найти еще таких же игроков, там, штук 19, да? Дабы вы смогли в равном матче сыграть. Таких же майоров, примерно таким же вооружением по прокачке. И в это же время, в этом же формате, в который хотят сыграть. Таких игроков, как вы понимаете, сейчас в нашей игре не так много. К сожалению, очень достаточно мало. И поэтому выход из ситуации, когда вас все же закинет матч, но уже не против легенд, потому что система начинает искать, там, возможно, майоров, полковников, тех нету, других нету, бригадиров нету, генералов нету, маршалов. И получается ситуация, когда вы уже попадаете реально против легенд, потому что ближайшее звание, которое хочет играть, которое играет, которое именно в этом режиме как раз-таки хочет сыграть и запикнуться, оказывается, легенды, вы на майорчике играете против легенд, что очень даже неприятно во многих ситуациях. Поэтому такая система, конечно, ситуацию сбалансировала, да? Как раз-таки игроки могут теперь играть в равных условиях. И, наверное, относительно той ситуации, которая у нас складывается, конечно, это пока один из лучших вариантов, который может быть. Но не забывайте, конечно, что вы не на протяжении всего играете времени боя именно против ботов. То есть может ситуация возникнуть, когда кто-то из игроков на таком же звании, как и вы, захотят тоже сыграть в матчмейкинге, в этом режиме. И как раз-таки я так понимаю, что в этом случае бот выходит с матча, и уже заходит реальный игрок. Как это на практике, честно говоря, не знаю. Я, по крайней мере, знаю, что подобное было у нас еще в Танках Хикс. Когда игроков не собиралось нужное количество, заходили боты. Как только игрок какой-то реально хотел зайти, бот выходил, и как раз-таки игрок реально уже занимал его место. Тут пока что в этом матче я не вижу, чтобы кто-то зашел еще из реальных игроков. То есть мы играем с игроком один на один, по сути, но с большим количеством вокруг, имея тех самых ботов. Кстати, по очкам я набрал больше, чем наш соперник. Но по счету мы проиграем. То есть получается, что наши боты, точнее мои, в команде, играют хуже, чем соперника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это реальный уже игрок, просто пернулся. То есть даже сам игрок играет похуже, чем мы. И, кстати, я думаю, что будет довольно интересно, возможно в дальнейшем еще поиграть на более высоких рангах, да? Потому что на сержантах может быть одна ситуация. На каких-нибудь генералах, самых последних рангах, которые имеют как раз-таки возможность попадания с ботами, другая. Но пока у меня нет возможности на таком звании загрузиться. Если набираем хорошую активность, вы поддержите лайками, комментариями. Как раз-таки подписка на канал, если кто первый оказался. Мы обязательно это постараемся сделать. Я надеюсь, найду способ, который позволит нам в этом всем разобраться, погрузиться, ну и также поделиться своими комментариями, впечатлениями. Ну и сыграть, конечно, матч. Возможно, там гораздо больше реальных игроков играет на более высоких рангах, что, в принципе, скорее всего, гораздо логичнее. Потому что я помню, ждал свое время, когда не было ботов по 5 минут в матче. Ну а по матчу, друзья, я вижу, что Джиггернаут там толкается, прям пытает своих ботов перетолкать. По очкам имеем уже 30, а точнее 35 кило в 675 очков. По счету, пока что матч не в нашу пользу. Давайте все же доиграем. Будет интересно, конечно, глянуть на общий результат боя, да, как там боты по итогу сыграли матч. Ну и в целом, сколько мы почем с вами кристаллов по окончанию этого матча. То есть, по идее, по фандам никаких там больших изменений не должно быть. По припасам, кстати, ну как я думаю, что вы уже обратили внимание, игроки, которые являются ботами, они могут подбирать расходники, но при этом сами их прожимать не прожимают. Возможно, какие-то тоже отличительные, вы уже обратили, механики, которые недоступны там тем же ботам. Кстати, уверай, вот я не обратил внимания, чтобы кто-то уверай, возможно, из наших ботов прожимал. По вооружениям, кстати, интересно, может быть, на паузу нажмете, одинаковые вооружения используются что с одной стороны боты, что с другой, или же нет. То есть, там огнемет напротив есть, у нас, кстати, огнемета нет. Эзида у них есть, у нас эзида нет. И это, наверное, влияет даже на итог матча. Джаггернауты, кстати, интересно, как они играют. Они вот, наш как-то пассивно стоит напротив, Джаггернаут прям активно старается ехать вперед. Но это же бот. Так, Джаггернаут давайте накинем. 1600, а сколько у них хп? О, нифига себе, быстро разобрали. Вот это да. Ну, по вооружению, конечно, у нас чуть-чуть преимущество. У меня даже есть резистик от минки. 5 процентов, но я думаю, что погода у нас особо да не играет. Так, 90 процентов у меня оверрайва. По хпшечке, да, поощрение как будто у них поболее. Потому что с такой прокатчикой, конечно, у них не может быть там 2400. Да, мы сейчас дали, чтобы уничтожить сопернику на хоппере без брони. Так, на минку игрок наехал. Хантер, который реально единственный, с которым мы бодаемся. У него тоже так же есть резистик от минки. И, кстати, по званию у него чуть больше, чем у меня. Но по-жестке у меня чуть-чуть все же получше ситуация. О, яблоко лежит. Нифига себе, друзья. Вот это да. Взял золотой ящик. В битве с ботами. Джаггернаута тут отличненько. Разбираем счет 9-10. Блин, а мне вот интересно, реально на таких званиях сыграть именно против ботов на Джаггернауте. Постараться целиком матч. Если захотите, то напишите об этом в комментариях. Может быть, как-нибудь мы с вами постараемся это сделать. Потому что, мне кажется, результат нас очень даже удивит. Итак, 2700 дали. Еще 300. Так, давайте попробуем все уже разобрать. Блин, мне тут боты пытаются слить. Да что ж такое? Так, 2400. Ой, отличненько. Разбираем. Давайте громико так же раздамажим. Счет 10-10 за минуту до конца. Но хочется же выиграть в этом матче. Там, кстати, оверка лежит. И Джаггернаут на Джаггернаута, что ли, поехал? Да. И еще Джаггернаут напротив реальный игрок. Я думаю, что проблем все равно разобрать его не будет. Но чуть-чуть он прокачаннее, чем обычный бот в этом матче. Так, давайте еще накинул. Добавил. Ну, кто-нибудь, накиньте ему урон. Ребята! Боты, помогите мне! Так, Джаггернауту дал. Нашего Джаггера, к сожалению, разобрали. Противоположного пока некому добить, к сожалению. Но я мог бы написать, что мало КП, добейте его. Но боты-то не поймут меня. К сожалению большому. Ой, я Джаггера получил. Сейчас мы тогда попробуем вражескую Джаггернауту. Уже на Джаггернауте разобрать, как вариант. Тем более, у меня по урону будет больше. Но и ХП у меня, конечно, не так много, как на Легендах. Но, да, нам быть как минимум аккуратнее. Так, оверрайв, диктатор не прожмет. Скорее всего. О, отлично, разбираем. 17 секунд. Но если где-то рядом бот появится на Джаггернауте, можем, конечно, его попробовать разобрать. Но, скорее всего, нам просто времени не хватит. Тем более, реальный игрок уже возле нас. Так, не понял. То ли это нереальный игрок был на Джаггернауте. Да, скорее всего, нереально. Потому что Хантера с МК стоит. Мы же только разобрали. И, значит, то бот тоже был. Ничья, господа. Вот такой матч мы сыграли. Поэтому есть свои определенные плюсы. В этом то, что появилась возможность играть. И, самое главное, быстренько попадать в матч, который реально плюс-минус все равно. Хотя, конечно же, я в самом случае обладаю навыками, опытами как раз-таки, более прокачанным вооружением. И мышлением, конечно, набрал гораздо больше очков, чем те самые боты, которые со мной подгрузились в матч. Игрок напротив как раз-таки даже сыграл хуже бота. Да, вы представляете себе, когда вам могут предъявить, что бот играет лучше. Жду ваши комментарии. Друзья, обязательно в виде ролика поддержите активность в виде пальчика вверх, конечно же. Не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова